Всем привет! Это мой первый видеоролик, где я вживую, так сказать, выступаю. Канал мой Xign.ua. Это сайт, посвященный слуховым аппаратам. В данном случае это игра, которая не имеет прямого отношения к моему деятельности, но игра мне очень нравится. Поэтому, так сказать, решил объединить приятное с полезным. Значит, поговорим о моем канале. Что я собираюсь делать? Я собираюсь добавлять видео с описанием различных игр, которые мне нравятся, в которые я люблю играть. В данном случае это игра в робот. Здесь я уже провел какое-то время. У меня есть прокачанные роботы. Это, как вы можете увидеть, Инквизитор, Арис, Меркурий, Булварк, Ховер. И качаю Титана. Они у меня 10 уровня, а пушки, ну, их уже до МК-12 докачано из тех, что есть. Такие, что я выбрал. К сожалению, я, как и многие, качал дробаши. Сейчас их понерфили, но выкачать что-то новое на замену. И опять быть с нерфом как-то не хочется уже, что есть, что есть. И немножко я к этому нерфу приспособился. Они настолько уж они плохие. Жить можно. Но вот у Меркурии у меня сейчас вот эти вот пушечки, которые останавливающие. Останавливающий эффект нахала стал очень слабенький сейчас. Поэтому остановить сложновато. И ворона они наносят мало. Значит, выкачал я своего кида, значит. Кит у меня с шестыми пушками уровня. Это слабенько выкачало. В основном я качаю ему двигатель. Скорость и урон. То есть смысл такой. Титаны это самый быстрый из всех Титанов. Быстренько подбежать. Включить стоп. И желательно прятаться за препятствием. Потому что, учитывая, что все остальное в корпусе дроне прокачано, его очень быстро разберут. А если ставить за препятствием, то в принципе, если на некоторых картах такая тактика очень хорошо срабатывает. Или, например, на Луне. Когда ты вверху заходишь, а внизу с противники бегают, маяк отжимают. Или если на корабле, то же там в переходах могут бегать и занимать маячки быстрые роботы. И кидом их сжечь одно удовольствие, конечно. У меня открыты все пять ангаров. Сразу скажу. Покупал я их не за 7,5 тысяч. А была акция у Picsonica, когда они по тысяче все это давали золото. То есть четыре ангара, это было 4 тысячи голды. Это вот недорого. А роботы у меня тут тоже в основном или собраны из-за запчасти. Некоторых я получал из особых поставок роботов. То есть какие-то, конечно, небольшие вложения делались. Но очень незначительные. То есть как там предлагают по тысяче, по две тысячи гривен. Я такие донаты, конечно, не делаю. Потому что это и дорого, и в игру такие деньги, если бы мне не было куда девать. А так как есть куда, то так, чисто ради того, чтобы поддержать интерес к игре. Как-то немножко уровень поднять, то иногда можно небольшой и сделать. Так, чисто поддержать, так сказать, разработчика. Но в то же время многие сейчас жалуются на постоянный нерв. То есть люди некоторые реально вкладывались в развитие этих пушек. Роботов некоторых покупали, нету. А нерв происходит жесткий и очень сильный. В этой игре тут настолько сильный иногда, что практически то, что раньше было очень хорошее, становится почти неграбельным. К сожалению. Ну вот сейчас мы уже на Инквизиторе сейчас посмотрите, насколько стало. Раньше я Инквизитором мог прыгать прямо на роботов и выгашивать всех подряд. То сейчас это сложно. Надо пострелял и спрятался. С одной стороны, он стал дольше жить. Иногда я тоже умудряюсь вынести нескольких роботов. И при этом меня в конце концов... Я трех вынес, и меня убили. А тут я могу и трех вынести, и еще остаться живым. Еще учитывая, что у меня стоит сейчас на живучесть все скиллы. То есть у меня стоит на него легендарный пилот, который 0,75% дает ахилла. И еще стоит стойкий механик. Если захватили много маяков, то естественно он еще дополнительно... Значит, он сейчас качается, он еще дополнительно... Такая же фишка у меня стоит на ховере. Вот. Тут тоже механик есть. И стойкий механик. Вот. Полтора процента лечатся. Я не знаю. Ну, конечно, открыть 7,5 голды... Это дорого. Я если бы открыл бы, я бы, наверное, выбирал бы себе еще вот такое. Вот пока что сейчас... Выбрал бы себе вот такое умение. Стойкий страж. Еще очки защиты. То этот робот был бы практически неубиваемый. У меня и так бывает у ховера довольно много жизней. Бывает взлетаешь, и если три маяка заняли противники, его практически гасят со всех сторон, а он отвлекает на себя в умании. Еще и сам уже неплохой урон нанести. А убить его очень тяжело. Если еще он будет устойчивый, то это только увеличить время, на которое он будет отвлекать противника. Так, ну, в принципе, что? Сейчас сходим в бой. Надо будет сейчас бусты активировать. Да. Активируем бусты сейчас. Что у нас здесь по бустам? Так, вот, ну, бусты. Тут она собиралась. Очень много ключей, не разных. И вот такие активируем обычно на урон, на броню, на скорость и на ключи. Ну что, сходим в бой. Покажу, как можно играть на ангаре с моими роботами. Так, гонка за маяками. Я обычно на всех маяках беру пугара, потому что можно быстро занимать маяки. Так, немножечко подвисаем, да? Что же это такое? Все появились, а я до сих пор не как. Ну, и я бы хотел пойти поиграть. Нормально, так в середину боя меня затянула. Я бы мог уже маяк занять. Постой, голубчик. Так. Так, 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 так. Они как моего госсалю. Одной списке надо кидать, потому что быстрые роботы, они плохо бьются. Ух ты, ух ты. Ты что, серьезно, да? Сейчас мы тебя стопорнем. Опля. Постой, голубчик. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как и шут. А, это бесполезно по такому роботу с такого оружия стрелять. Ахаха, аля меня с всех сторон. Так, ну, пошли мы сейчас вот тут возьмем. А, все. Только на риски. Все, с кланом. Обычно такая ситуация, когда с кланом. А-а-а, видите, ну вообще ничего не мог сделать. Сейчас с кланом еще играешь. Тогда почти невозможно ничего сделать. Они все выкачали МК 12 уровня, и еще норречиться. Ух ты. Неужели. Так, мы сможем хоть что-то сделать, да? А-а-а, это суть. Ну, а-а-а-а, не смог забрать. Так, ну, да. Так, ну, что, а я сам фашу? Я, я сам. Ну, в общем, первый бой, как говорится, первым блинкомом. Ребята. Не хочу даже ничего увеличивать. Тратить на такое количество серебра. Да, надо типа поддержать. У-у-у-у. Я уже давно так низко. Ну, хотя я клан какой-то не рус. Давно я уже так не сливал. Я прям сам внизу был. Это ж, у меня роботы не совсем выкачаны до конца, да? А я уже, вот, 405 тысяч 400-тарь у меня. Обязательно, чем-то на пачку, да? А оружие у меня, посмотрите, какое. Ну, 12-ая, это только выкачал. Тут 12-ая, 11-ая. Тут у нас... Это очень дорого, качать вообще какой-то. Эмбер выкачать каждый раз по 20 лям повышу. Это очень дорого. Ну, вот эти земцы было не дорого. А вот эти у меня... Ну, артиты вообще дешево качать. Вортекс у меня был один старый. Полученный очень давно. То есть, в игру я уже играю в это несколько лет. Так, по чуть-чуть первого. И вортекс я по какой-то акции получил. И вот этот вортекс был качать дешевле, чем этот. Он намного дешевле. Он качался как дробаш. По цене. Если не дешевле. То этот вортекс качается по полу. Потом они это убрали. И я успел тут выкачать. Они предупредили. На этом плане подчеркнулся. Предупредил. Тексоник, что будут нерфить. То, что получил, качайте быстрее. Ну, под несколько акций я попадал. Во-первых, купил себе ангары вот эти. Потом какая-то была акция еще. Ну, то, что... А, они предупредили, что будут нерфи. И я успел выкачать именно то оружие старое, которое у меня, так сказать, лежало. Или пользовалось. Но я его там не качал. Так, ну что, сходим еще раз будет. Ну, да, не что у нас там операция. Операция у нас 54-й. Ну, для меня это неравидно. Я вот целыми днями не играю так. Когда-никогда хочу получить вот этого уровня на 60-м. Так, ну, в день. За два дня где-то уровень продвигаюсь. Один-два дня чуть-чуть продвигаюсь. Играл 34-е вот это только. Да, давно я так плохо не играл. Сейчас можно сейчас лучше. С кланом, жестким. Еще и выкинуло меня. Когда уже все в разгаре было. Я не маяка. Ох ты. А что это было? А что это было? А почему? Вот, как-то блюстов все меня включает. Ну, ставил я NOX. А на NOX и вообще тормоза там. Играть почти невозможно. Зависает клавиша, залипает стрельбы. Ну, уже стрелять не надо. А я кнопку брал. А он стреляет. Не бы оружие поберечь. А он продолжает стрелять. В блистаксе такого нету. Но периодически игра вылетает. Вот так может даже в середине боя выйти. Почему? Непонятно. Вроде этот компьютер стабильно работает. Не знаю. Гонка за маяками. Ну, пошли. Напрягает F1. Ну что, опять сейчас в середине боя меня. Ау. Я хочу играть. Ага. Дайте мне маяк за маяк. Ну, слушай. А, я еще и в рейтинге сливаю, потому что маяка нет. Вроде и робот маяки занимает. Да, а меня в середине боя выкидывает. Ну, с телефона бы все нормально. Пытаясь, я люблю, как сейчас это влечить. Ааа. Ааа. Да, я тут время теряю и пытаюсь влечить в дырочку. Все, время только потерял. Ладно. На тебе. Ну, хоть застанем. Кто же такой робот срежал? А он сейчас мстит. А меня побежал. А не, не побежал. Ему не дали. Так. Этого нельзя сразу гасить. Ему надо по одному снаряд. Что тут бегает? А, вот кто тут бегает. Сейчас мы его доходим. Получи. Так сказать. А, стой. Не, не застанем. А, это даже хорошо. Я сейчас могу вылазить при маяках. А у нас это недолгая ситуация длилась. Сейчас мы его рубанем. Оу. Так, а это же он прицепился. Кому-то. Я кого-то своего рубану. Постой. Постой, не множество. Постой, паровоз. Не скучите колеса. А, ну сейчас мы этого. На. Опа. Телку твоему сняли. Да. Что тут у нас? Армейцы для колеса. Армейцы. Так. О, ты елки-палки жарят меня, а? Да. О, видите, три маяка. А, нет, это не моя ваша понимать. Все, я уже так... Так, я уже тут убью, да. Все, убили меня. Долго меня убивать. Так, пошел я... Собью Терминатор. Убиваю робот Терминатор. Терминатор. Так. Так, там еще, я вот, дружу-дружу-дружу-дружу-дружу. Я вот хочу маяк занять, а у меня вот зарубь собрали. Ну да. О, привет маяк. Ну кого. Блин, надо утекать. А что ж такое, маяк не красится? А-а-а, тут товарищ прибежал, не дает. Посмотрите, раньше бы я его вынес, а сейчас я ему ничего сделать не могу. А я тоже не дам, как вы мне не давали, маяк. А-а-а, бегай, бегай, по-моему, не получишь, маяк. А-а, была для меня жалко маяк, не было. О-о-о. А-а-а, я хочу тебя... О, бля. Ух ты, не в огнемет отбил. Да разве так можно? Постой, 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 отдохни. Отдохни немножко, да. Куда ты? А-а-а. Так. Это что тут творится? Куда лучше поддаться? О, питань, говоря. Посылка я на питань. Потому что... О-о-о-о. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что, пробоялся? Так мы своему поможем. На. О-о, поныкались со всех, по норкам. Сейчас мы пройдем, и включим свою способность. у тебя вот так вот на 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 куда ты пошёл ты такой сильный бронячий да но кого-то там так и сзади никого у кого-то стоять малявка бегает пиявочка клич это пиявка парки ухты мы сливаемся по маякам и одного нету ооо ну что надо выгашивать его что делать будет сейчас на бедном наше всех она конкретно да ну вот наводиться в наводиться ведение конечно копечного просто хуйное все не остался мяре помню там остался эй 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 prove Ах, появился ещё. А сразу так, тупался и перебежал. Да в кого ж я гашу? Ой, ех ты, кто там? Кого тут гасить-то, а? О! О-о-о-о! А-а-а, ех ты, ех! Ну, я... Сражался как мог. Всё. Пусти её. Всё. Ну, поляка нельзя, да? Я учёл в них. Английский, польский. Так что, если кто может по-английски, по-польски, пожалуйста. Можем ему вещь по-польски. А я, в принципе, тингуешь. О-о-о, ёлки палки. Всё. А, нет, может, там есть шанс. У нашей команды есть шанс. Да. Сюда. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. О-о-о. Впри. Ну, посмотрим. Надо свой укол. Ух ты, ух ты, ух ты! Ой, ребята! Маляк занимает. Вот эта малявка бегает с глазиком, ну а все равно такой робот есть, такой они прокачивали. Этот ангар качал, не представляю, сколько я буду теперь качать ангара. Если буду стрелять рейтинг, чтобы были бои интересные, буду играть на разных роботах. У меня есть подборка их по категориям, у меня там роботы во втором ангаре это ухты, мы по ходу дела можем выиграть. Во втором ангаре у меня роботы, это второй ударный ангар будет, который тоже мне очень нравятся эти роботы, третий ангар это в основном все быстрые роботы для захвата моего, четвертый ангар это практически все роботы тяжи, ну и пятый ангар это все дальнобучки. Я думаю, что я тогда мастера, наверное, просяду, потому что я могу в чемпионской лиге держаться пока первым ангаром кое-как. Вот видите, я уже на таком уровне, что я уже по ходу дела практически внизу рейтингов. То есть не надо самих роботов подкачивать, а прокачка в серебре там очень дорогая, там выкачать, например, до 11 уровня ареса или булварка, или меркурия это 52 ляма, а еще выше там 12 до 75, а потом еще качать и клинка, это очень много, конечно. Серебро дается сейчас очень тяжело, вот посмотрите, поэтому, наверное, есть смысл подцелиться и играть другими ангарами. В меньших мигах там будет легче, а потом подцелиться, а потом тем ангаром можно варнуть серебро. Получается, смотрите, часу 32, мы выиграли, я все-таки, у нас какой-то вклад, но я далеко не первый, у нас вот Пеппер Турба, Артемка. Так, приглашаем в клан, всех приглашаю в клан, за кланом слежу, за своим. Но иногда товарищи делают очень плохо. Борис Бриднов у меня такой зашел, понаписывал гадости, у меня были поляки в клане, я говорю, что знаю польский, знаю английский. Ну разве это хорошо или это только так, носители великого могучего языка понаписывал гадости. Я не могу показать, потому что показать могу только Асандроид, а этот почему-то в чате ничего не пишет. Я вот тут, у меня тут такие гадости понаписывал, человек зашел, увидел, что я по-польски общаюсь, решил, что тут поляки, и понаписывал, пообзывал такими словами, что не буду говорить, я стараюсь, если у нас тут. Ну, туда это не годится. Ребята, нравится вам, не нравится, ну не надо заниматься. Люди просто поляки, полходили с клана. Он, может быть, от этого и добивался, я не знаю, но хорошо, мы уже с поляками собирались, воевать вместе, договаривались, на время он мне за что тут гадости понаписывал. Хотели к кланам вместе понаписывал, это очень нехорошо. Так, ладно, я показал так немножечко, как можно играть. На этом я пока свой стрим прекращаю. Всего доброго, всего хорошего. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если увижу заинтересованность в этих видео, их будет выходить больше. Сейчас, например, карантин, я как доктор скажу, что, ну, карантин может затянуться. И видео может быть больше, намного больше, чем если бы я работал. Потому что работать и играть бывает просто некогда. Я еще учусь, поэтому я сейчас больше учусь, но немножко играю. То есть могу там в день, полчаса, час на запись видео потратить. И если увижу заинтересованность публики в этих видео, то буду их с большей регулярностью снимать. Всего хорошего, до следующих встреч.